В эпоху застоя многие проекты загубили на стадии чертежей. Немногим из них удавалось дожить до полуразмерных моделей, а уж тем более самоходных экземпляров. В 1976 году у техдирекции завода ВАЗ возникла идея нового туристического автомобиля. Это был некий двухместный пикап, у которого в кузове хранилась палатка, которая в собранном состоянии предполагалась размещаться наполовину под кузовом, а наполовину на стойках над землей. Для советского гражданина это был диковинный авто с совсем непривычными чертами. Существует точка зрения, что в перспективе на этот автомобиль предполагалось поставить систему полного привода, подключаемым передним мостом и блокировкой дифференциалов, так как основное ее предназначение было именно туристское. Однако пробный единственный экземпляр не успели даже оснастить палаткой, головная дирекция завода полностью отвергла модель. Единственный экземпляр ваза туриста окрасили в серебристый металлик, редкость по тем временам. А после того, как проект закрыли и переделали его в обычный пикап, перекрасили в обычный красный. После перекраски турист влился в отряд пикапов техничек. Конечно, очень жаль, что проект не пошел в серию, но реалии тогдашней жизни были таковыми, что любое транспортное средство должно было быть максимально утилитарным и практичным. Ну а какая же практичность у двухместного авто с палаткой? Сплошная роскошь. В итоге руководство завода совместно с партийной номенклатурой решило, что эти буржуйские замашки на автомобиль для путешествий не нужны советскому человеку.